Привет, Краснодар! Я сегодня буду рассказывать про мобильную виртуальную реальность. К сожалению, я не могу приехать, потому что я переехал из Краснодара, но я не могу пропустить это событие, такое большое, как Global Game Jam. Я участвую в местном Global Game Jam и хотел бы вам рассказать немножко о виртуальной реальности. Кто не помнит, чем я занимаюсь, в качестве хобби я занимаюсь мобильными приложениями. Это примерно как мой выглядит рабочий стол. К сожалению, я не буду показывать его, как он выглядит сейчас, потому что он захламлен еще больше. Про мобильную виртуальную реальность. Это не новая штука, это давно у нас уже как бы есть. Game Boy Virtual Boy был выпущен в 1995 году. Он работал от батареек, почему бы нет. Тоже мобильная виртуальная реальность, стереоскопическое зрение, контроллер. Ну, очень хреновая штука. Сейчас был выпущен Samsung Gear VR, который гораздо лучше. И мы рассмотрим, почему. Что у нас есть на данный момент из девайсов? Что доступно всем? Во-первых, это Google Cardboard. Выглядит он примерно вот таким образом. Очень простое устройство. Сюда размещается телефон. Закрываете. И смотрите. Две линзы позволяют вам видеть половинки изображения. Каждый глаз видит свою половинку. За счет того, что это линзы, вы можете видеть экран телефона очень близко. Без каких-либо усилий. Очень дешевая штука. Стоит порядка 10 долларов, наверное. Это уже разрезанное и готовое. Но если у вас есть под рукой нож и куча картона, а также пара линз, можно сделать самим очень легко. Лучше, конечно, найти так называемый лаза-ката, который разрежет вам картон очень аккуратно. И вся конструкция будет в целом гораздо более надежная. Как вы видите, у меня уже здесь пятно от жира. Это некоторый недостаток материала. Кроме того, недостаток, что он хлипкий. И вам придется каждый раз очень аккуратно класть телефон в середину, чтобы у вас картинка делилась ровно пополам. Зато дешевое устройство можно с собой таскать. Из больших преимуществ наличие магнита, который реализует кнопку. Но очень простая идея, так как клоняется магнитное поле, приложение может улавливать клик, и не нужно никаких дополнительных устройств. Дуровис Дайв. Вот такая вот штука. Делают ее немцы. Но как делают немцы? Если присмотреться внутрь устройства, можно найти надпись «Сделано в Китае». Она вот примерно здесь. Не знаю, поможет вам это или нет. Внутри пара линз. Собственно, Google Cardboard изначально был сделан как копия Торвис Дайва. Но в отличие от картборда, линзы можно двигать. И за счет этого можно подстраивать под свое зрение. Например, у меня IPD 75 мм. Соответственно, я могу раздвинуть линзы пошире. Зрение у меня нормальное, я не близоруке. Я могу их подвинуть поближе. И все. Сюда же вставляется телефон. И можно смотреть, играть, все что угодно делать. Большой недостаток, то что нет кнопки. За счет того, что нет кнопки, приходится придумывать другие решения. Многие игры делают так, что нужно посмотреть вниз на свои ноги. И тогда начинаешь идти вперед. Нужно посмотреть еще раз, чтобы остановиться. Это позволяет управлять перемещением персонажа в пространстве. Еще один вариант, например, это в виртуальном мире разместить какие-то объекты, на которые нужно посмотреть. И тогда, например, игра начинается. Так делают роликолстеры. Вам достаточно посмотреть на надпись Start в течение пары секунд, и игра начинается. Немножко подробнее об этом расскажу позже. Samsung Geo VR. У меня его нет. Но у меня есть очень близкий к нему аппарат. Oculus Decay 2. Как вы видите, линзы в нем гораздо больше. Это гораздо удобнее, потому что не нужно очень точно настраиваться. Но, к сожалению, у него также не было возможности настраивать IPD. Он как бы был рассчитан на то, что более-менее у всех одинаковое расстояние между глазами. Соответственно, он мне немножко больше, чем стандартное. И мне было некомфортно в этом устройстве. Но можно купить вот эти зеленые штуки, если вы их видите. Это специальные расширители IPD. Они раздвигают линзы, и мне с ними гораздо удобнее. Они печатаются на 3D-принтере. В принципе, можно, наверное, печатать самим. Я заказывал в Нидерландах в 3D-печатной компании. Вот. Соответственно, здесь телефон уже не вставляется, потому что это Oculus. Но в Samsung вставляется Samsung-овский Note 4. Это единственный телефон, который работает с этим устройством. Разрешение гораздо лучше, чем в том же DK2. Но у него есть свои особенности. Например, то, что он гораздо дороже предыдущих примеров. Этот стоит 200 долларов. Drove's Dive стоит примерно 60. И вам еще нужно купить Note 4, потому что ничего другого работать не будет. Omido. Я не уверен, как правильно это считается по-французски, потому что французский производитель. Выглядит он примерно следующим образом. По размеру он очень похож на Dive. Металлическая пластина спереди, в которую вы вставляете устройство. Она не открывается широко. Она надежно прижимает устройство, ну, ваш телефон к Omido. Линзы, которые можно немножко сдвигать. Вот здесь рычажок для сдвига линз. И можно также отодвигать переднюю поверхность. Для подстройки под ваше зрение. Так как устройство маленькое, мне оно не очень комфортное. Но в целом оно гораздо удобнее, чем устройство с маленькими линзами. Потому что вам не нужно точно настраиваться. Отлично все выглядит. На самом деле это, как всегда, просто кусок пластика. Кусок железки и поролон. Подходят телефоны от 4 до 5, почти до 6 дюймов. Стоит 69 евро. Есть еще гуча других устройств. В основном производство Китая. Маленькая особенность Дурвиз Дайва, о которой я забыл сказать. Вы можете напечатать его аналог сами. Компания, которая его производит. Точнее, человек, который придумал эту штуку, он выложил все в Open Source. Ближайший аналог к нему называется Open Dive. Гораздо проще, чем от устройства. Но можно напечатать самим, если у вас есть 3D принтер. На самом деле, сделать можно самим практически любой аналог существующих устройств. Потому что они все очень довольно простые. Они все пассивные. Там нет никакой электроники. Ну, за исключением Samsung. Кстати, так как экран iPhone 6 гораздо больше, чем экран iPhone 5, это дает ему преимущество, потому что это позволяет получить более широкий угол обзора, если вы пишете под iPhone. Как это все работает? Во-первых, у нас есть аксилометр, который считывает линейное ускорение. За счет этого мы знаем, куда у нас примерно направлен телефон, точнее, где направление вниз. Потому что у нас всегда есть ускорение свободного падения, которое действует на устройство. И говорит нам, где у нас земля. Работает довольно быстро. Гироскоп позволяет нам замерять угловое ускорение, по-моему. Да, угловое ускорение. Если мы интегрируем ускорение, мы получаем скорость. И из этого всего мы можем получить ориентацию объекта в пространстве. То есть нам нужно делать это непрерывно. Минус этого то, что ошибка может накапливаться, с этим нужно бороться. Но хорошие новости за вас все это уже сделали разработчики SDK и API. Они решают эту проблему, вы просто пользуетесь. Также в устройствах есть магнитометр. Но он не очень хороший. Для того, чтобы мерить положение нашего телефона в пространстве. Потому что он медленный и не очень точный. Как это все работает? Аксилометр и гироскоп посылают вот в этот квадратик, за которым стоит некоторая математическая магия. Из этого мы получаем наше положение устройства и как оно движется в пространстве. Затем мы делаем предсказания. Потому что картинка на экране появится не сейчас, когда вы ее шлете на отрисовку, а немножко позже. Поэтому желательно делать предсказания и рисовать ее как бы в будущем положении устройства. В таком случае пользователю может быть гораздо комфортнее. Рисуем. Пользователь рад. Все очень просто. Вы можете посмотреть в интернете кучу видео, кучу всяких туториалов. В том числе вот от этого человека. Его зовут Джон Кармак. Человек, который стоит за магией Окулуса. Бывший главный программист ИДГИО. Да, бывший программист ИД. Как мы можем помочь пользователю, чтобы ему было легче общаться с нашими приложениями? Во-первых, не забывайте про искажения. Вы наверняка это видели во всех видео, когда показывают мобильные и не мобильные устройства виртуальной реальности. Картинка в них несколько бочкообразная. Это сделано потому, что когда вы смотрите на экран телефона вблизи, линзы искажают эту картинку. И на самом деле, когда человек смотрит, он тоже не смотрит в плоскости. Как бы глаз это тоже линза. Поэтому, чтобы восстановить нормальное искажение, как видит глаз, вам нужно эту плоскую картинку на телефоне, соответственно, тоже изогнуть. Кроме того, черные края вокруг этого искажения помогают, потому что бывает так, что один глаз видит немножко экран другого глаза. И это раздражает. Когда там есть черные по краям такие как бы отступы, гораздо лучше воспринимается. Настройка расстояния между зрачками позволяет нам гораздо комфортнее воспринимать картинку на устройстве. Если у нас расстояние между зрачками гораздо больше или гораздо меньше, чем то, на что рассчитано устройство, нам некомфортно. Вот как мне было некомфортно в Oculus, пока я не раздвинул линзы. Но также программа должна это учитывать, потому что если вы раздвинули линзы, а рисуете картинку так, как будто глаза у вас посажены ближе, к сожалению, много хорошего от этого не будет. Поэтому картинку тоже надо бы как бы раздвигать, соответственно. Если вы делаете приложение для разных устройств, вам желательно поддерживать геймпад. Самый простой вариант. Это блютусный геймпад. Потому что его можно тоже таскать с собой, подключать к устройству и играть с него. Соответственно, вам достаточно сидеть удобно в кресле. Можно крутиться, стрелять, делать все, что угодно. Вот. Ну, если у вас нет блютусного геймпада, если у вас обычный геймпад, сходите в DNS или в Sunrise, я не знаю, купите за 100 рублей маленький проводок, который выглядит примерно так. Он называется OTG кабель. Он реализует переходник между микро-USB и обычным USB. В него можно воткнуть обычный геймпад. И все. Можно играть. Если у вас совсем у пользователя нет ничего, то можно использовать микрофон. Можно делать распознавание голосовых команд, ну или хотя бы хлопков. Хлопки тоже работают. Желательно не делать очень реалистичную графику, потому что все равно на мобильном устройстве вы не добьетесь. Производительность низкая. Поэтому нужно как-то выкручиваться, делать попроще. Поэтому вот эта штука здесь на первом слайде была совсем неспроста. Вот так вот примерно выглядел фильм «Трон», который вышел в 82-м году. Вот так вот примерно выглядел «Казанокосильщик» в 92-м году. Вот так вот примерно выглядел «Виртуальный мир» в Джоне Мнемонике в 95-м. Но это гораздо уже более сложная картинка. «Призрак в заспехе» 95-го года. В общем, есть куча людей, которые выросли, вроде меня, которым за 30, которые помнят все это дело и оно очень нравится. А теперь вы можете дать им возможность самим побывать в «Троне», в Джоне Мнемонике, в других полюбившемся им фильмах или похожих каких-то окружениях. А вся графика здесь, она простая, потому что тогда, в 80-м, не было возможности нарисовать, как сейчас, очень реалистично. Поэтому рисовали просто. Поэтому мы запомнили «Виртуальный мир» как некоторую такую простую абстракцию. Вы можете это использовать, и людям это понравится, потому что они ожидают того, что им дадут возможность вернуться в свое детство и поиграть теперь во все это. Что я сейчас делаю? Вот так выглядело мое первое приложение. Просто как бы кубик, и мы из телефона смотрим внутрь этого кубика. Вот так выглядел его стереокопический вариант. Потом я решил сделать все-таки что-нибудь полезное и взял свой фотоаппарат, взял фишай камеру, фишай линзы, сделал фотографии и решил сделать просмотрщик. Вот так выглядит фотография с фишай. Как видите, все очень искажено. Все прямые линии, которые были прямыми, теперь становятся вот такими вот изогнутыми. За счет этого мы видим многое на этой фотографии, но все оно вот такое растопыренное. Вот так выглядит примерно картинка с крыши дома. Все, как вы видите, стены, они тоже изогнуты. Но мы можем сделать немного магии. Мы можем взять эту картинку и натянуть ее в форме паруса таким образом, чтобы все углы у нас вернулись на место. К сожалению, мы не сможем тогда увидеть всю картинку в виде квадрата, потому что она больше не квадрат, она теперь в пространстве и изогнута. Но если мы ее нарисуем для мобильного устройства и посмотрим на нее через вот такую штуку, то мы увидим нормальные углы. Все возвращается и все теперь ровное. Вот так примерно выглядит угол, когда мы на него смотрим. Как видите, стены стали ровными. Вот эти штуки тоже ровные, колонны ровные. Вот. Но хотелось бы знать, что вы сделаете, потому что делать приложение для всего это очень просто. Это наш местный митап. Я надеюсь, что в Краснодаре тоже появится свой митап по разработке под виртуальную реальность. Давайте обмениваться опытом, давайте что-нибудь делать. И, кстати, сейчас будет вторая часть этого видео. Про разработку для Google Cardboard. У нас скоро будет проходить хакатон, посвященный разработке под Google Cardboard. Соответственно, я решил сделать маленькую презентацию, которая будет введением в этот хакатон. Сам я разрабатываю, используя ZAMARIN. ZAMARIN это такая система разработки, основанная на моно. Но, в принципе, те же самые ребята, которые делают моно, они делают ZAMARIN. Соответственно, использую C-Sharp, не Яву. Но все, что здесь будет сказано, оно относится также к Kewi. Может быть, к другим языкам, если они используются для разработки Android. Потому что она больше касается API самого кардборда. Маленькое вступление для тех, кто решит использовать ZAMARIN. Мы создаем просто новое приложение для Android. В этом приложении нам нужно добавить специальный проект, который будет заниматься бандингом Явэб-библиотеки. В нем нам нужно установить фреймворк Android 4.0.3. Это важно, потому что, если поставить, например, как по умолчанию 5, почему-то часть классов пропадает. Не знаю почему. Затем мы добавляем туда два файла JAR, которые у нас хранятся на GitHub, точнее, хранятся на GitHub Google. Нам достаточно их просто скопировать туда и соответствующим образом настроить. Все это вы найдете на этих слайдах. Нам нужно также оформить мета Data XML, который у нас указывает преобразование имен, классов и методов. Потому что не все оказывается сходу совместимо. Нам нужно немножко подработать напильником. Это наш напильник. Соответственно, мы меняем пространство имен и мы меняем один из методов, который начинает конфликтовать со стандартным методом объектов C-Sharp. После этого никаких проблем. Подключаем, работаем. Донастраиваем манифест, так как требует кардборд, потому что он требует, чтобы у нас был доступ к конфессии, например. Для того, чтобы можно было определять, что мы в кардборде. Ну и другие штуки. Создаем Activity. Activity у нас должно иметь такую категорию, как кардборд. Опять-таки, вы все это найдете в этих слайдах. Я не буду подробно на этом останавливаться. Но смысл в том, что нам нужно развернуть наше приложение в режим landscape и добавить к кардборд. В таком случае, само приложение кардборда, установленное на телефоне, будет показывать ваше приложение. И пользователи смогут запускать ваше приложение из стандартного запускатора кардборда. Дальше, при создании, нам нужно создать Cardboard View. Это специальная вьюха. Она уже заранее преднастроена. Там много кода, который делает кучу полезных вещей. Также мы устанавливаем в качестве рендера наш Activity. И, в принципе, все. Также есть специальный режим VR Mode, который можно установить в True или False. Соответственно, если мы выключаем VR Mode, мы смотрим на картинку вот таким образом. Обычная картинка, как в дополненной реальности на весь экран. Если мы переходим в VR Mode, картинка делится на две части, и у нас появляется кнопка вызова настроек. Эта кнопка ведет на считыватель баркода устройства. Соответственно, если ваш пользователь покупает какое-то кардборд совместимое устройство, которое совсем не кардборд, он при помощи считывателя баркода считывает баркод. Код настраивается под это все дело. Соответственно, он знает параметры этого устройства и показывает картинку пользователю. Пользователю хорошо и удобно. Сам цикл отрисовки состоит из нескольких шагов. Сначала у нас создается поверхность. Затем нам приходит событие о том, что поверхность поменялась. Затем у нас идет цикл событий о том, что начинается новый кадр. Рисуем глаз, рисуем глаз, кадр закончен. И затем, когда у нас все закрывается, вызывается рендер-шотдаун, для того, чтобы могли с собой почистить, если нам нужно что-то удалить. Когда у нас создается поверхность, у нас приходит конфигурация OpenGL ES. Мы можем этим воспользоваться и там донастроить что-нибудь, а также загрузить наши ресурсы, такие как текстуры. Модели, все что угодно. Желательно, кстати, все загружать где-нибудь в фоновом потоке по возможности, чтобы пользователю не нужно было ждать, и у него не было какой-нибудь замороженной картинки на экране, и когда он двигал головой, ничего бы не происходило. Пользователь начинает думать, что что-то глючит, и ему некомфортно. Когда у нас создается поверхность, у нас, соответственно, вызывается либо с разрешением телефона этот метод, либо с половиной разрешения телефона, если у нас два глаза. Вот эти данные можно где-нибудь запомнить и использовать потом. Когда у нас начинается кадр, у нас приходит информация от положения головы. Используя эту информацию, мы можем сделать предсказание о том, где у нас будет голова, когда у нас кадр появится на экране, и нарисовать это командами OpenGL. При отрисовке глаза, ну, берем и рисуем. Я не знаю, чего-то добавить. Когда у нас заканчивается кадр, можно также сделать что-нибудь полезное, если вам нужно. И, соответственно, когда у нас рендер заканчивается. Вот если все, что было написано выше, скомпилировать и запустить, то картинка на экране будет вот такая. То есть у нас VR-режим, у нас синим просто заполняется экран, ничего не рисуется, но у нас уже есть две половины, и на самом деле отслеживается положение головы. Только этого не видно, потому что ничего вокруг нас нет. Если вы полистаете это все дальше, то вы увидите ссылки на документацию и примеры, примеры, а также кусочек доклада, который рассказывает про некоторые особенности работы OpenGL ES на андроиде, как загрузить картинки, ну, более подробно. Поэтому, если вы хотите что-нибудь попробовать сделать, просто пройдите по шагам по первой половине этого доклада, создайте приложение, посмотрите в него, вам понравится, продолжайте. Сейчас, наверное, мы перейдем к вопросам и ответам. Сейчас видео закончится, и мы попытаемся соединиться по скайпу или еще по чем-нибудь. Так что, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok